Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! И рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс автора Межляк-Полонский и Кер под номером 45. Нас просят решить уравнение. Эти уравнения представляют из себя равенство отношений. А равенство отношений – это пропорция. Поэтому мы с вами воспользуемся основным свойством пропорции. Оно говорит о том, что произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов пропорции. Итак, произведение крайних членов пропорции по цифре 1 – это будет произведение 7 и выражение 5х-4. Поэтому записываем произведение 7 умножить на 5х-4. Записываем выражение в скобках, потому что скобки заменяют слово «все». То есть мы 7 умножаем на весь крайний член пропорции 5х-4. И равно произведению средних. Средние члены у нас 2 и выражение 16х плюс 1. Записываем его в скобках. Раскроем скобки. 7 умножаем на 5х-35х. 7 умножаем на минус 4. Произведение чисел с разными знаками. Поэтому результат отрицательный – 74,28. 2 умножаем на 16х – 32х. И 2 умножаем на 1 – будет плюс 2. С х влево, без х вправо. При переносе из одной части уравнения в другую меняем знак на противоположный. 35х оставляем слева. А 32х переносим с правой стороны влево и меняем знак на противоположный. Перед 32х знак не стоит. Такой знак только один. Это знак плюс. Меняем на противоположный. Будет минус 32х. 2 мы не переносим. А вот минус 28 мы переносим из левой части уравнения в правую. Меняем знак на противоположный. Будет плюс 28. 35х минус 32х. Это будет 3х. К 2 прибавим 28. Это 30. Разделим обе части уравнения на одно и то же число, на 3. И тогда 3х делим на 3. Это остается х. А 30 делим на 3 – 10. Все, мы нашли корень данного уравнения. Сделаем проверку. Мы знаем, что если мы нашли правильно корень, то после того, как мы подставляем его вместо х, мы должны получить верное числовое равенство. Итак, 5 умножаем на 10 минус 4. 4 делим на 2. И должны получить то же самое число, что будет, если мы 16 умножим на 10, прибавим 1 и разделим на 7. Итак, 5 умножить на 10 – это 50. От 50 отнять 4 – 46. 46 делим на 2 – это 23. 16 умножаем на 10 – это 160. 160 плюс 1 – это 161. И теперь нужно разделить 161 на 7. Представим 161 как сумму чисел 140 и 21. 140 делим на 7 – это 20. И 21 делим на 7 – это 3. Итак, мы получили с вами верное числовое равенство. Значит, корень мы нашли правильно. Запишем ответ. Второе уравнение мы решаем точно так же. Это равенство отношений, поэтому это пропорция. И произведение крайних равно произведению средних. Находим произведение крайних членов пропорции. 2 умножаем на 4у плюс 33. Это равно произведению средних. Средние члены пропорции у нас 3 и 17 плюс у. Раскроем скобки. 2 умножаем на 4у – 8у. 2 умножаем на 33 – это будет 66. 3 умножаем на 17. 3 умножаем на 10 – это 30. 3 умножаем на 7 – это 21. 30 плюс 21 – это 51. И 3 умножаем на у – это 3у. Итак, с переменной влево, без переменной вправо. Если переносим из одной части уравнения в другую, то меняем знак на противоположный. Итак, 8у переписываем. А 3у мы из правой части уравнения переносим влево, меняем знак на противоположный, будет минус 3у. 51 переписываем, а 66 переносим, меняем знак на противоположный, будет минус 66. 8у минус 3у – это 5у. Итак, смотрим, у нас 51 и минус 66. Модуль больше у отрицательного числа, поэтому ставим знак «минус». А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 66 отнимаем 51, получаем 15. а теперь разделим обе части уравнения на 5. 5у делим на 5 – это у. минус 15, минус 15 делим на 5 – это минус 3. мы нашли корень уравнения. Мы нашли корень уравнения. я подставляю корень уравнения. Итак, 4 умножить на минус 3 – это минус 12. минус 12 плюс 33 – это то же самое, что от 33 отнять 12. Это получится у нас с вами 21. 21 делим на 3 – получаем 7. От 7 к 7 прибавить минус 3 – это то же самое, что от 17 отнять 3 – это 14. 14 делим на 2 – это 7. Итак, мы с вами действительно получили верное числовое равенство. Значит, корень мы нашли правильно. Записываем ответ. Минус 3. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.